на сегодня у нас дождь идет и идет никак остановиться не хочет откручиваю 3 болта под шестигранник пятерочка и снимаю виновника всего произошедшего просто устал здесь резиновый уплотнитель на новом он идет не идет если что переставим весь в тормозухе так то он еще вроде бы крутится но что-то в нем побежало протру здесь маленько беру новый выжимной 30 360 34 001 оригинальный нет здесь резинового уплотнителя нету полпачок пока не снимаю переставляю уплотнить и ставлю его на место заправляю уплотнитель пас все и наживляю винты она нега Теперь меняю корзину и диск сцепления. Сцепление тоже оригинальное. Номер получается 300, 10, 34, 3, 0. Новый диск сцепления. Сцепление VALEO D20 DTF. И новая корзина D20 DTF. Откручиваю старую. Откручиваю болты от шестигранники. Шестигранник М6. Но хотел показать вот такой большой ход баховика, демпфера. Но хозяин... По-хорошему его уже менять надо. По-хорошему его менять надо. Пока откручиваю, там будем смотреть что и как. Сцепление. Шестигранник. Сцепление. 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 сейчас порадую хозяина что он скажет он со шкивом каленвала был расстроен что он у него вышел из строя а здесь еще и маховик нужно сцепление говорит подвело не запланировано и цветная реакция пошла что он Да и сцепление уже подошло, его просто уже надо заменить еще бы немножко и заклепки бы начало сцеплять. Это большой ход. Нет, хозяин сказал, я не готов за маховик отдавать 41 тысячу, нет у меня такой возможности сейчас, поэтому, говорит, ставим так, как оно есть. Появятся деньги, говорит, потом переделаю, но пока, говорит, не планирую. Вложу диск, вложу корзину. Беру вот такую оправочку, Джонс Уэй, номер для заказа АВЕН 010049. Большую головку беру, снимаю маленькую. Как всегда, звонит телефон. Так, растянет он ее, не растянет. Сейчас посмотрим. Внутренне вот это у нас встает в распор. В диске не встало, все нормально. А вот это у нас центрует корзину. И получается вот такой вот сэндвич. Сейчас переверну. О, это вот внутренняя. Это наружная. И вот я за нее держу. А диск относительно корзины уже центрован. Не надо по первичному, как и первичный вал в коленвал, направляющую вставлять. Сейчас только ее ставлю на маховик и прикручиваю. Разницу в толщине диска сейчас покажу. Новый диск, старый диск. Старый, изношен. И диск, когда устанавливается, он устанавливается вот этой стороной. Ну, скажем так, как конусом. Он устанавливается в корзине. А вот эта сторона устанавливается к маховику. Ну, чтобы не путаться. Затем, чтобы не так было. Как раз. О, 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 грибан. Сюда. Затем. Я выбираю папа. Затем я. Старый. Свидетом. Чёртом. Словие. Чёрт па. Чёрт. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Ловлю за зуб маховик, чтобы он у меня не крутился, и подтягиваю. КОНЕЦ КОНЕЦ Возвращаю его назад и на сколько он уходит. КОНЕЦ КОНЕЦ Но при этом... Нет, такое у него тоже движение есть. Не знаю, сколько он отходит, но какое-то время он отходит. Все, снимаю оправку. Поднимаю, ставлю коробку на лапу и устанавливаю ее на место. Попросил накинуть на лапу, начал поднимать. Сейчас выровняю, сведу. Здесь уже приготовил с двух сторон болты, сразу наживлю. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 А потому что я вначале не планировал снимать подрамник, хотел обхитрить судьбу и оставить подрамник на автомобиле. Не получилось. Выравниваю рейку. Называется, цепляется все заодно. Опять посмеялся. Делай работу дважды. У меня же болт, который крепит рейку, вставлен сзаду. Стабилизатор-то я как раз поэтому и откручивал, чтобы вытащить болт. Откручиваю стабилизатор. А с другой стороны, а если я болт спереди ставлю? Даже если его снимать, но надо откручивать стабилизатор, мучиться, чтобы открутить. Либо же отклизать подушки. Вот у меня двигатель с коробкой-то шевелится. Ничего подобного, откручиваю стабилизатор. Отвязал стабилизатор. Отвожу его от зад. Приподнимаю и вставляю болт. Приподнимаю и вставляю. Отдумаю. Приподнимаю. Болт на месте. Теперь прикручу и на место стабилизатор опять. Притянул стабилизатор. Притянул рейку с этой стороны и с этой стороны. Здесь болт. Теперь ставлю сюда на место экран. Сразу, пока оно еще опущено, мне удобно его прикрутить. Ну а потом поджимаю. И прикручиваю заднюю часть подграмника полностью. Экран поставил. Поддавливаю подграмник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Наживляю, затягиваю как с одной, так и со второй стороны Ну а потом, что потом С этой стороны я, наверное, поставлю привод и поставлю на место ЦАПФУ А дальше пойду уже раздатку ставить, глушитель, кардан В ту сторону собирать, подушки ставить Беру привод Все, привод на месте Беру ЦАПФУ Сразу беру гайку, шаровое поле Одеваю шрус Беру Обращение Бережь Бережь Беру Гуку Беру 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 КОНЕЦ Все, ставил камеру и поставил Воткнул привод и нажавил гайку снизу Дальше уже дело техники, вставляю болты в стойку Наживляю гайку Одеваю и наживляю суппорт Здесь пока тяга рулевая не прикручена Наживляю гайку КОНЕЦ 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 Также наживляю шланг на стойку. Добавляю шланг на стойку. Протираю датчик. Датчик, видели? Я их в прошлые разы, когда снимал, я их смазал. Сейчас протираю. Опять смажу. И вставляю на место. Наживляю. Также резьбу на тяге рулевой тоже смазываю. И наживляю. Все, в принципе, я с этой стороны все наживил. Сейчас беру, протягиваю и уже можно будет устанавливать кронштейны на подушку и раздатку. Какая у нас веселая погода, то дождь, то ветер. Ставлю на место раздатку. В принципе, раздатка не тяжелая. Вот так я ее лапой поднимаю. Если надо отойти, я всегда могу в сторону взять и отойти. А так можно руками приподнять и вставить ее на место. Вот. Вот. Все. Внимание. Each раз. hijo. Твое лапой. ИНТРИГУ. Теперь только наживляю и прикручиваю. Шесть болтов. Еще хотел показать то, что здесь потело вокруг кардана. Это не хвостовик подтекает, внутри смазано. Смазка нагревается и просто начинает подтекать только из-за этого. Ладно, притягиваю раздатку.